Структуры Росгвардии как минимум с августа начали принимать на работу бывших наемников ЧВК «Вагнер» из числа экс-заключенных, получивших помилование. Об этом выяснили издания «Важные истории». Кого именно набирают, кому отказывают, давайте об этом поговорим с Ольгой Романовой, директором и основателем фонда «Русь сидящая». Ольга, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, Ольга. Ольга, скажите, а и вправду действительно ли берут в Росгвардию бывших вагнеровцев, зэков? Или там есть какие-то градации? Кого-то не берут, кому-то отказывают, кому-то, наоборот, с распростертыми объятиями. И неужели в Росгвардии не хватает росгвардейцев? Знаете, здесь есть несколько слоев этой всей истории. Во-первых, давайте начнем с формального слоя. Сказано, что берут заключенных, бывших заключенных, которые совершили преступления мелкой и средней тяжести. Но что такое по российским законам средняя тяжесть? Это, например, убийство двух и более человек в состоянии аффекта, например. Или причинение смерти по неосторожности. Ну, например, еще бывает во время медицинской операции проведения подпольного аборта, повлекшую смерть женщины. Это средняя тяжесть. Господи, кто там, Господи, считает эти женщины-то? Ты подумаешь, тем более аборт. Тоже мне какой? Тоже мне подумаешь. Или, например, доведение до самоубийства беременной или подростков. Это все преступления такой, средненькая тяжесть, средненькая такая промышленность. Ну, и к тому же, я напомню, что заключенные, которые отвоевали... Небольшая проблема со связью у нас. Давайте попробуем еще раз с Ольгой связаться. Очень много вопросов есть к ней уточняющих. Напомню, что Ольга Романова, директор и основатель фонда «Руссидящая». Хотим поговорить с ней о том, собственно, сколько росгвардейцев пополнят ряды экс-заключенные. Итак, Ольга, вы в нашем эфире. А вот и нет. Ну, в общем, коллеги... Напоминаем, о чем мы сейчас говорим. Сообщения о возможном наборе в Росгвардию, это тех, кто служил в ЧВК «Вагнер», а мы напоминаем, что там были и заключенные. В закрытых чатах родственников боевиков ЧВК «Вагнер» появились в конце лета. И несколько родственниц бывших заключенных, с которыми связались издания «Важные истории», рассказали, что после наемничества в «Вагнере» мужчин пригласили служить в Росгвардию. Однако проверку удалось пройти не всем. При этом они отмечают, что берут не на руководящие должности, действительно, а и даже не в средний офицерский состав. Да, вот видите, зэки уже так обрадовались, то, значит, в ЧВК «Вагнер» набирали, помиловали их потом после этого, после возвращения. А берут все-таки не всем. К нам возвращается Ольга Романова. Ольга на самом интересном месте, как всегда, связь прервалась. Продолжайте. Вы знаете, вы очень сейчас точно заметили, помилованные. Они помилованные. То есть мало того, что у них когда-то было в анамнезе преступление мелкой или средней тяжести, но это совершенно неважно, это никого не касается, потому что уже эта судимость снята. Она вообще в принципе снята. И никому не удастся доказать, что этот человек был когда-то судим, а по какой статье? Это во-первых. Во-вторых, наверное, и в главных, что заработал пылесос. Пылесос, который вытягивает 25 тысяч, правда, Пригожин говорил, 32 тысяч, но их меньше. Пригожин довольно вольно обращался с цифрами. Из России. Никто не предполагал, что бывшие заключенные окажутся на свободе и в России. Почему? Потому что Пригожин должен был остаться в Бахмуте, на фронте, но он поссорился с Шойгу, поэтому вывел своих головорезов, ЧВК Вагнер, с фронта. Никто этого не предполагал. Все заключенные должны были остаться на оккупированных территориях или на фронте. И вот появление огромного совершенно отряда людей с большими психическими травмами, постпенитациарными, военными, ни у кого это в планы не входило. И мы с вами видим прекрасно каждый день по криминальной хронике, что, собственно, они творят. Я замечу, что далеко не все их преступления фиксируются, поскольку действует закон о запрете дискредитации участников специальной военной операции. А это они. То есть, если человек будет гласить, это не я, это вы подкинули мне, например, наркотики, он легко может сказать, что... Ну, что это, я так понимаю, дискредитация российской армии и участников российской армии. То есть, получается, Россию сейчас наполняют зэки, бывшие заключенные, на которых нету права. Слушай, ну не просто Россию, а давай называйте еще своими именами. Росгвардейцы, которые избивают людей на митингах, приходят их кошмарить. То есть, это будут делать профессиональные насильники, убийцы. И грабители. Ты слышишь, а то есть, если человек, который в состоянии аффекта убил два и более человека, вот такие люди подпадают, получается, под эту, назовем так, вакансию. У меня другой вопрос к Ольге. Мне просто кажется, что как раз этих росгвардейцев, бывших зэков, будут использовать на временно оккупированных территориях, там, где как раз есть возможность поживиться, и у которых не будет трудоустройства внутри Российской Федерации. Давай вот об этом тоже поговорим. Ольга, вы в эфире. Да, да. Да, у меня к вам вопрос вот такого характера. А известно ли, в какие регионы вот этих экс-зэков, которые теперь новоиспеченные росгвардейцы будут направлять? Потому что есть подозрение, что, учитывая нежелание многих людей с Российской Федерации приезжать на неспокойные, мягко говоря, временно оккупированные территории, как раз и они станут этим основным контингентом? Ну, вы знаете, прежде всего, конечно, предполагается, что они будут там использоваться где-то там на восстановлении, на охране. На самом деле, конечно, нет. Конечно, нет. Во-первых, они абсолютно не приспособлены к какой-то другой работе, кроме как убивать. Когда люди просидели очень много лет в тюрьме, у них не было реабилитации, у них не было там пробации, у них не было психологического восстановления, и они полгода, по крайней мере полгода убивали, трудно представить их себе на каких-то там более или менее мирных работах. Внутри России для них такой работы не находится и не найдется никогда. И я думаю, что с ними поступит точно так же, как поступили с обманутыми кубинцами, которых обманом вывезли Россию, примерно на то же самое, на якобы, условно говоря, восстановлении Мариуполя, а кубинцы эти оказались в окопах. Но кубинцы оказались в окопах против всякой воли и желания и против обещаний. А вот бывшие вагнеровцы окажутся в окопах с удовольствием. По поводу, опять-таки, тех, кто вернулся с войны в Украине, родственники бывших наемников при устройстве на работу сообщают, им даже не помогают документы о помиловании, и у них не берут заявление, либо предлагают искать сразу другое место. То есть получается, что общество российское, которое обещало ему прерогативы, получается выдавливает их, и куда они в итоге денутся, куда они пойдут? Конечно, выдавливают, поскольку все просто понимают, кто это. Сколько бы и что ни говорили по телевизору, сколько бы ни принимали бы законов о дискретации армии, они прекрасно все понимают, кто это. Что это люди, которые работать не хотят, не умеют. И обратите внимание, сколько было криков, что вот бывшие вагнеровцы будут без экзаменов поступать в университеты. А много их поступило? Никого. Никто из них не поступил. Им это не нужно. Они не собираются учиться. Они собираются заниматься тем, чем они и занимались. Да, убивать. Только на территории России. Вспомните, что говорили вагнерсы, когда шли маршем на Москву 24 июня. Они говорили, чтобы этим на рублевку резать. Им все равно, кого резать. Лишь бы было чем поживиться. Все это прекрасно понимают. И еще раз хочу сказать, что никто не предусматривал того, что они вообще вернутся в Россию. Это план, который, собственно, принадлежит, сколько я знаю, Кириенко, замглавы Крилёвской администрации по внутренней политике. С самого начала они должны были все остаться на оккупированных территориях. Никто из них не должен был вернуться в Россию. Собственно, еще из-за этого напрягожено были злы, особенно в администрации, потому что он выпустил тысячи, то есть десятки тысяч головорезов в Россию. Это был сюрприз. И теперь как процессом засасываем назад. Всеми разными способами. Интересно, получится ли? Я думаю, что получится. Вы знаете, есть уже много свидетельств того, что в СИЗО появляется все больше и больше бывших вагнеровцев. А поскольку по российским новым законам, относительно свежим, теперь можно вербовать и в СИЗО, они сразу же, попадая за новые преступления в изоляторы временного содержания, еще до суда снова записываются на фронт. А скажите, пожалуйста, вот сейчас с вагнеровцами понятно, происходит какая-то работа по их вербовке в Минобороны или этот план провалился у нас? Нет, знаете, происходит. Происходит в основном с теми, кто действительно как-то показал свою эффективность. Это некоторая часть, которая осела в Белоруссии, ну и некоторая часть, которая действительно показала ну какие-то свои способности, прежде всего спортсмены, прежде всего бывшие военные, прежде всего, что называется, БС, бывшие сотрудники, которые были на безопасном содержании в зонах. Да, но их не так уж и много. Их вербуют, они переходят в разные ЧВК, и в том числе все оставшиеся ЧВК, которые сейчас есть на фронте, они все подписали контракт с Министерством обороны. На это зыки идут не очень охотно. Вы знаете, их выкашивает очень быстро. Ну, во-первых, никто не отменял радости их встречи с алкоголем и героином, и что, в общем, заканчивается одинаково всегда. Ну и, во-вторых, конечно, их очень быстро всасывает назад тюрьма. В принципе, процент рецидива в России 93%. То есть любой человек, который попал в тюрьму, так или иначе, туда возвращается снова и снова. У них это происходит гораздо сейчас быстрее. И, в общем, задача администрации, которая прекрасно ее понимает, как можно быстрее их всех убрать. Убрать в тюрьму назад или убрать любым способом, например, на оккупированную территорию, чтобы как бы они не мозолили глаза и не повышали процент преступности, которая без того, в общем, зашкаливает в в краях и селах накануне президентских выборов. Ольга, спасибо вам большое за то, что присоединяетесь к нашему эфиру и доносите очень важную интересную информацию. Ольга Романова, директор и основатель фонда «Русь сидящая». Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова